Здравствуйте! Сегодня будет короткий выпуск на тему форма договора купли-продажи недвижимости. Честно говоря, до сих пор задают вопрос, до сих пор люди путаются с тем, в какой форме заключать договор купли-продажи недвижимости. Так вот, ответ на этот вопрос содержится в статье 550 Гражданского кодекса, которая говорит о том, что договор купли-продажи недвижимости заключается в письменной форме. Вместе с тем, письменная форма бывает простая письменная и нотариальная. Законодательство, Гражданский кодекс не содержит детального ответа на этот вопрос, но этот момент вынесен в отдельный закон о государственной регистрации недвижимости. Так вот, закон данный в статье 42 содержит условия, при которых нотариальная форма обязательна. То есть, совершая сделку, гражданин должен определить, является ли нотариальная форма обязательной, или можно заключить сделку в простой письменной форме. Так вот, 42 статья к обязательной форме относит сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Также относятся сделки по приобретению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение. Также у нас есть договоры ипотеки долей, но в отношении сделок с несовершеннолетними вся эта ситуация вынесена в отдельный пункт. И если вы думали, что можно вот так вот просто открыть одну книжку и прочитать, то это совсем не так. То есть сначала мы читаем гражданский кодекс, потом мы читаем закон о государственной регистрации недвижимости, находим 42 статью, потом идем дальше и доходим до 54 статьи. В которой в пункте 2 говорится, что сделки, связанные с распоряжением недвижимого имущества на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину признанному ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению. То есть если вы для сделки получаете согласие опеки, органа опеки, если у вас просто участвует несовершеннолетний, хотя вы все равно получаете для этого опеку, чтобы распоряжаться его имуществом, и если у вас есть недееспособный человек, который судом должен быть признан таковым, вы делаете в нотариальной форме сделку. Во всех остальных случаях можно делать сделку в простой письменной форме. Предполагаю, что скоро простой письменной формы останется еще меньше, поскольку у нас законодатель делает упор на этот ряд, поскольку у нас недвижимость является основной ценностью граждан, и законодатели у нас исходят из того, что нотариальные сделки, они чище и справедливее, и более сильно отражают волю сторон договора. Хотя нанесение текста договора на бланк и проставление пищати нотариусом никак не влияет на надежность этого договора. То есть простая письменная форма и нотариальная форма – это просто форма исполнения одного и того же договора, одной и той же воли сторон. Поэтому если сравнивать два договора, на мой взгляд, они одинаковые. Но на рынке недвижимости бутают мнение, что нотариальная форма сильно надежнее. Хотя нотариусы такие же юристы, которые составляют договор в простой письменной форме, за исключением получения, естественно, статуса нотариуса. На этом все. Надеюсь, я внес хотя бы какую-то ясность в этот вопрос. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Решил Продолжение следует...